Всем привет, меня зовут Клайден, это Game Journey. Давайте поиграем в такую необычную игру с необычным названием She Remembered Caterpillars. Я только что посмотрел фильм прибытия, сделал себе кофе и решил сыграть во что-то странное. Знаете, мне запомнился комментарий к этой игре, где человек писал, что кто-то в это играет, и в принципе я с ним согласен. Сейчас очень сложно найти время для вот таких проектов. Они для очень непонятной части игроков, которые, как бы, те игроки, которые именно играют в игры, они играют в игры первой величины. А на такие просто не находят времени. А те, которые играют много, ну, они к такому очень редко притрагиваются, редко у них доходят руки до вот таких вот небольших головоломок, которые являются вещью в себе. Давайте попробуем сыграть. Я тут даже себе распечатал, мне очень понравилось описание этой игры в стиме. Я, кстати, немного прошел, я хотел стереть свой прогресс, но не нашел как. Просто искал, где эти сохранения и... Ладно, сейчас перепройдем те уровни, они, в принципе, очень быстро перепройдутся и дойдем до действительно сложных. Это игра Пазл. И она... Ее название переводится как... Она вспоминала гусениц. Да. Разработчик Jump Suit Entertainment. Jump Suit. Дата выхода 17 января 2017. Игра новенькая. Так вот, что они и пишут. Это игра-загадка в тревожной эстетике фунгипанка. Кто знает, что такое фунгипанк? Это... есть такое слово? Действие происходит в фантасмагорическом мире избивающихся гусениц, ярких цветастых гамми и живой архитектуры. А игроки будут наблюдать со стороны за попытками ученой спасти своего отца. Это, кстати, спойлер, потому что здесь история поделается в виде текста между главами и актами. И очень сложно понять, что происходит. Ну, видно, вот основная сюжетная канва такая. Надо бы запомнить, потому что здесь все очень расплывчато. Во время прохождения мир будет раскрывать свою историю. Что за катастрофа тут произошла? И что вообще гамми забыли в этом фантасмагорическом мире? И кто такие гамми? Это, наверное, вот эти гусеницы. Победитель Intel Level Up Game Demo's Best Puzzle Game Award. Ничего себе. She Remembered Caterpillars покажет, на что вы способны в экстремальных ситуациях, давая вам взаимосвязанные загадки с постепенно увеличивающейся сложностью. Особенности. Великолепные иллюстрации от создателя Symmetrain Даниэля Линдра Гофина. 40 уровней. Полных умодробительных загадок. Вот же ж эпитеты придумывают. При этом каждый акт предлагает свою механику и световую схему. Музыка авторства Томаса Хехла, композитора Galaxy on Fire и известной серии Deponia. Благодаря уникальной системе символов и форм в She Remembered Caterpillars легко смогут играть люди с световой слепотой. В общем, все здесь завязано на таких формах, которые надо соединять, разъединять и думать, как действовать. Да, здесь есть небольшая параллель с фильмом Прибытия, который я посмотрел. Поэтому я захотел сыграть именно вот в Caterpillars. Давайте начнем. Первый акт. Папа, папа, где же ты? Буду читать сначала, а потом посмотрим. И тогда, наконец, Мать Плесень, Гончая Девяти и Тишина договорились. Да, здесь необычное описание. Мать стала охранять землю, и все, что покоится под почвой ее, Гончая взяла себе раскрытые равнины и изъеденные жаром горы. А Тишина стала править паузами, меж вздохов и секундами, свободными от мыслей. Книга Девяти. Здесь нам прилагается вот такая небольшая головоломка. Первые уровни вводные. Мы кликаем на вот это существо. Это у нас такой красный куб. Точнее, человечек с головой красного куба. Просто примите это. И отправляем его. Кликаем на землю, и он бегает. Как мы видим, красные человечки бегают по красному мосту. Надо довести человечка, или это некое живое существо, до вот такого белого цветочка. И тогда оно улетит. Это и есть решение головоломки. Надо, чтобы все живые существа пришли вот в эти белые цветочки. Итак, голова вторая. Настоящий солнечный свет? Но это и есть настоящий солнечный свет. Мило. О, ладно. Но у него нет света. Уверяю тебя. Он не белый и не золотой. Это скорее текстура. Вкус. И здесь добавляется второй живой непонятно что. Ими можно управлять поочередно, как вы хотите. Соответственно, по мостикам своего цвета могут бегать только соответствующего цвета живые существа. Других не пускают. Ну, здесь все просто. А нет. Ты бежишь сюда. Вот по этим мостикам. А ты сюда. Когда вы будете играть впервые, здесь будут появляться подсказки. Обучающие. Глава третья, правильно? И возопило человечество от голода. И ответило, мать плесени. И дала она им плод детей своих. Мясо ее молодых. О, боже, что за история. И человечество, Алка, приняло дар. Рвало его зубами. Вздыхало легкими. И увидело, мать, что это хорошо весьма. Выдержка из Библии нового поколения. Так. Это фиолетовое живое существо. Соответственно, фиолетовое. Здесь очень такая запутанная система. Потом придется путаться. Поэтому надо быть очень внимательным. В общем, здесь не все так просто. Пока, конечно, просто. Потом посмотрим. Вот сейчас будут вводиться новые правила. И новые правила будут постепенно все усложнять. А какой солнечный свет на вкус, папа? Вообще-то у него нет. Но ты говорил, что у него есть вкус. Милая. Это была метафора. Здесь, в этом шрифте, такой необычный символ U. Он даже не на Y похож, а на какой-то вот, не знаю, символ из неизвестного алфавита. Вот. Здесь уже много мостиков. И появляются фиолетовые мостики. Соответственно, вот у нас есть красненький человечек. Он никуда пойти не может. Здесь фиолетовый мостик, здесь синенький. Поэтому будет на этом цветочке. А этот пойти может. То есть, ну, самое простое решение. Но пока что оно верное. Раз, два, три, четыре. Гончая в твоей квартире. Пять, шесть, семь, восемь. Кто не спит, того ей бросим. Боже. Кто в кровати не лежит, наобид и угодит. Ужасы какие-то. И здесь впервые проявляется вот вместо мостиков ворота. И они действуют наоборот. Если ты синий человечек, ты не можешь пройти через синие ворота. А если ты красный, то синие ворота тебя игнорируют. Надо привыкнуть к этому. Ну, здесь все просто. Проходим по мостику. И через ворота. Полетели! Глава шеста. Папа, правда, что ты однажды умрешь? Да, как ты. Да. Боюсь, что да. Но это не так уже плохо. Когда кто-то умирает, он освобождает место для нового человека. Это плохо! Смерть это ужасно. Так. Ни в одной вселенной не может быть хорошо. С точки зрения природы. Но природа неодушевленный предмет. Предмет. В принципе, неодушевленный. А жизнь, она для живых. Мне все равно. Я не хочу новых людей. Хочу тебя, маму и... Тише, милая. Тише. Нет, об этом надо кричать. Три цветочка. Ну, походу... Ага. Походу, вот так, вот так. А, нет. Ну, тогда... Да, пока все более чем просто. Плакать не стыдно. Глава седьмая. А, здесь нас впервые знакомят вот с такой штукой. Посмотрите. Надо просто понимать, когда какая механика вводится. Но, кажется, я пока помню. Если кликнуть правой кнопочкой на фиолетового человечка. Ну, то есть, человечка не чистого цвета. Чистые цвета это красный, синий, желтый. Не знаю, может, потом еще какие-то появятся. А вот это такие гибридные цвета. Или это будет чуть позже. В общем, человечек распадется на два. И это можно будет использовать. Как, посмотрите позже. Пока что, я как понимаю, это нельзя делать. Попробуем пройти уровень без этого. Куда может он пойти? Ага. Ага. Хорошо. Ты можешь пойти сюда, а фиолетовый сюда. Вот так. Второй акт. Если вы заметили, то все уровни предыдущие были оформлены в виде, ну, такой растительности на у подножья колонны. У подножья множества колонн. И сейчас мы как бы поднимаемся, и оформление будет совсем другое. Акт 2. Стой, я же говорила. Я не сдамся. Глава восьмая. Милая правда, Надир зовет их Гами. Гами? Генетически альтерированные микропаразиты. Оу, теперь понял. Так вот, кто такие Гами? Ну, собственно, вот эти. А, вот, вот и подсказочки. Разработчики позаботились, и здесь... Вот так вот. Правая кнопочка мышки соединяет два существа в одно. Здесь уже их можно разъединить. Красненький пойдет сюда, потому что он может пройти через синие двери. А синенький пойдет сюда. И дальше все задачки будут... С использованием вот этой механики соединения-разъединения. Смотри, тут видно, где грибок уже проник в мозговую ткань. Если мы сможем срезать плесень, то, возможно, получится. Все страшнее и страшнее. Ну, одинакового цвета, конечно, не получается скрестить существа. Надо пользоваться пока все это проще. А, нельзя пройти. Ну да, потому что внутри фиолетового сидит красный. А он вот эти двери красные не пропускает. Ну, мы тогда вот сделаем так вот. Или нет, подождите. Синий у нас точно пойдет сюда. А сюда пойдет красный. Нет. То есть... А, получилось. Просто пойми, дело не в том, достоин ли он. Знаю, отец. Он был не подарок. Знаю, но любви не нужна причина. Если подумать, часто любви не нужны причины. Здесь бы... Значит, сюда пойдет синенький. А здесь нужно сгрузить два красных. Не пропускает. Как тогда быть? Возможно, следует поступить... Красный пойдет сюда. А мы соединимся в фиолетовый. И пройдем через все мосты. Летите! Выше! Выше! Глава одиннадцатая. Приборы молчат. Ничего. Мне так жаль. Может, пора уже? Нет. Надо сориентироваться. Здесь цветочек. Здесь она нет. Соединим вот эти два. Нельзя. Ой. Нет. Иди сюда. Вот здесь не пройдет, так фиолетовая. Эй-эй-эй, подожди. Ну и пускай. Ага. То есть сюда нужно провести два синих. Надо как-то вот... Угу. Нет, ну по-любому здесь через верх надо идти. Ну вот так. Так, конечно все отлично, но... Как мне отсюда вывести? Синие. Потому что сюда пройдет только синие. Да. Только синие. Надо подумать. Прошлый раз, когда я проходил этот уровень, я помню, что прошел очень быстро. Как отсюда вывести синюю? Нет. Только с помощью красной. А, потом через верх сюда пройти. А-а-а. А-а-а. Вот так. Это игра, построенная на своеобразных инсайдах. Когда ты долго думаешь, думаешь, и здесь приходит осенение. Глава 12. Поговори с ним. Зачем? Не знаю. Может, прояснется высшая деятельность мозга, или еще что. Но я... Ты всю жизнь притворялась, что не хочешь. Ты пора не остановиться? Обратите внимание, на заднем фоне, будто мы поднялись высоко, и там... Вот мне представляется, что это такие огни города. Но на самом деле это какие-то огни растений, или нечто такое. Но все равно создается интересное впечатление, как будто ты высоко-высоко, и там где-то под низом. Вот этот уровень, он... Это он или нет? Есть уже такие... Нет, это не он. Но там будет потом уровень, который достаточно такой... веселый. Веселый. Это еще не он. Но здесь уже достаточно запутано все. Уже все цвета мостиков, ворота. И теперь у нас четыре человечка. Ладно, это должно быть достаточно легко. Пойдем сюда. Здесь уже нельзя, конечно. Побежали, побежали. Не сюда. Наверняка надо вот этот вот весь путь пройти. Ты можешь вот сюда пройти. Отлично. А я могу сюда? Нет. А, я могу вот так вот пробежать. Отлично. Отлично. Ой. Все. Осталось только отсюда вывести... Вот эту нашу... Спящую синюю... Дурочку. А как? Здесь может пройти только фиолетовый. Значит, через низ получается. Красненькая не может же пройти, правильно? Нет. Тогда надо идти через низ. А через низ может только красненькая. Ждем моего очередного инсайда. Должно быть достаточно легко. Господи. Надо провести ее через низ. Ой. Ой. Может как-то вот отсюда... Здесь у нас пройдет синенькая. Здесь красненькая. Здесь мы объединимся. Вот. Все. Загадка решена. Ееее. Ты давай иди на цветочек. Ты тоже на цветочек. Ты приведи сюда синюю. И все. Победа. Это была последняя глава в акте, правильно? Да. Акт третий. Помнишь гусениц в саду? Такие маленькие, зеленые. Ты еще сказал, что если мы последуем за ними, то найдем солнце. А этот акт представляет собой какой-то сад. Знаешь, почему взрослеть плохо? Понимаешь, что твои родители просто люди. О, здесь добавляется уже новое существо. Это прямоугольник. Кстати, вы заметили, что красные это только квадраты. Желтые только прямоугольники. Если их соединять, то тоже будут какие-то гибридные формы. Вот. Прямоугольник и куб. Ну, точнее, это объемные генетические фигуры. Поэтому это куб, это шар. Это не могу определить. Это гексагон. Не помню, как называется. Нет, гексагон это плоскости фигура. А это имеет какое-то более сложное название. Не могу вспомнить. В общем, здесь все должно быть тоже достаточно легко. У нас оранжевый человечек. Сюда он пройти не может. Ну, здесь у нас вот раз, два, три, три секции. Надо понять просто, в какую секцию какого человечка поместить. Ага, ну сюда без желтого не пройти. А, кстати, вот зелененький есть. В виде капельки. Ну, вот так вот. А, теперь я никуда не пройду. Поэтому давайте возвращаем. Синенькую. Синюю в последнюю очередь надо. Сначала вот сюда вот, наверное, надо довести красную. Соединяем с синий. Сюда ведем. И здесь будет красная. Теперь соединяем с желтой. Сюда идет желтая. А сюда идет синяя. Хорошо. Здесь какой-то сад за стеклом. Ты был таким, таким разным. Делал неверный выбор. Лгал. Давал ложные надежды и мечты. Принимал неудачные решения. И ты был отцом. Моим отцом. Кровень как бы маленький. Он говорит. Да я легкий. Здесь нету никаких желтых мостов. Ничего такого желтого. Но вот сюда нужно что-то... Что-то желтое. Потому что здесь врата. Синие. Ах. Сюда можно пройти? О, да. А, нет. А, нет. Подождите. Желтенький. Желтенький. Здесь желтенький должен быть. В том, что у меня здесь фиолетовый мост. Нет, подождите. Здесь только фиолетовый может пройти. Ммм. По-любому вот здесь должен быть красный. А здесь тогда синий. Но не получится пройти. Да. Синенький может бегать сюда, сюда. Может быть, надо вот как-то сюда привезти. Отсюда можно... Отсюда можно... Отсюда можно... Красный... Он же не пересечет. Да, он ничего не пересечет. Желтый может добежать куда угодно. Ну, отсюда может добежать. Отсюда... Нет, отсюда вот красный может добежать тоже. До своего цветочка. Так, надо подумать. Легкая раскатка должна быть. Не хочу пробовать, ну, методом тыка, пробу ошибок. Здесь надо как-то додуматься. Сейчас я это сделаю. Подумайте вместе со мной. Потому что я не могу одновременно думать и болтать. Может, что-то вот с зеленым... Здесь можно выпустить... Ага. Ой. Эй, ну... Да господи. Оно как-то само решилось. Ты даже не представляешь, сколько воображаемых бесед я провела у себя в голове. Надеюсь... Надеюсь, что что-то щелкнет. И я, как волшебство, найду нужные слова. Смогу сказать, почему перестала обращаться с тобой, общаться с тобой и... Я думаю, на фоне вот этого вот фантастического сюжета про существ развивается история про дочку и отца. Про ученых. Здесь уже есть оранжевый мостик. Оранжевый мостик. Это уже серьезно. Может быть, вот этот вот уровень, который мне запомнился, я не помню, но он был какой-то вот... А, сложный. Я потом смотрел летсплей какого-то летсплейщика, и он на нем потратил минут 15. Я такой прям с гордостью понял, что я потратил на него минут 7 или 8. И то потому, что там запнулся о реализацию своего плана, а не о сам план. Так, оранжевый мост. Оранжевые зверьки это у нас. Вот. И, кстати, ворота фиолетовые тоже. Попробую понять, что... Через что проходит? Фиолетовая, оранжевая? Что соединяет? Фиолетовая, оранжевая, 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 оранжевая. Эй! Эй! Ам... Не знаю. Ну и фиолетовый тоже не подходит А, можно, подождите Я чего-то не понял А почему фиолетовые ворота Не останавливают Фиолетового человечка А синего они остановят Да нифига они не остановят Ладно Допустим Нужно было сказать, что люблю Все это время я любила тебя Прости, я люблю тебя Так, вот О, зеленый Значит, тут четверо И зеленый мост Так, ну вот он Уровень, который мы должны пройти Четыре цветочка Вот у нас здесь много островков Наверняка нужно будет вот таким вот образом Через красный мост пройти Вот сюда вот Надо всех разъединить Ага Вот Мы зайдем с этой стороны С фиолетовой Здесь должно быть Ах, точно Ладно, побежали Нет, не получается Тогда соединим Вот так Вот оно Почему фиолетовые ворота Не останавливают Виолетового Человечка Она пусть Это будет загадкой А, ну все равно Надо провести как-то Здесь видите Фиолетовый мост Зеленый мост Зеленый мост Это только Ну Соединенные два человечка Могут по этим мостам идти А у нас здесь их трое То есть двое-то пройдут А одного куда девать Одного надо как-то провести Вот через вот этот Нижний круг Угу Допустим Синий В смысле красный Пройдет вот так Вот Что? То есть уже Ворота Не останавливает Человечка В того же цвета А, ну тогда мы просто Снизу вот так вот Пройдем Идет синий Вот так вот Это получится Так сделать Правильно? А, все Я прошел Просто посылаем Вот по очереди Да нет Иди через верх Вот так Куда ты пошел? Глупенький Глупенький Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому